Детям войны дадут дополнительные льготы. Законопроект, поддерживающий эту категорию граждан, был принят в первом чтении еще в июле. Согласно нему, жители региона, которым на 3 сентября 1945 года не исполнилось 18 лет, смогут посещать врачей без очереди и бесплатно ходить в учреждения культуры. Поправки к проекту обсудили на заседании профильного комитета областного парламента. Председатель законодательного собрания Владимир Киселев предложил компенсировать детям войны 25% расходов на оплату коммунальных услуг. Однако эту меру соцподдержки смогут получить лишь те, кто сейчас не имеет никаких льгот. Еще одна поправка. Бесплатно оказывать детям войны юридическую помощь. Все льготы, кроме двух последних, начнут действовать сразу после публикации закона. Новые поправки вступят в силу с 1 января 2020 года. Не охваченные социальной поддержкой из этой категории – это порядка 11 тысяч человек по области. То есть вот они, те, которые не являются ветеранами труда, участниками боевых действий, инвалидами, они будут получать в том числе и 25% на оплату же лично-коммунальных услуг. Также на комитете рассмотрели повышение социальных доплат к пенсиям на следующий год. Это касается неработающих пенсионеров, у которых выплата ниже прожиточного минимума, установленного в регионе. В 2020 году минимум хотят увеличить до 9 077 рублей или на 6,5%. В нашей области более 37 тысяч пенсионеров получают социальную доплату к пенсии. Деньги на эти цели будут выделяться из федерального бюджета. Деньги на эти цели будут выделяться из федерального бюджета.